Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. Стимпанк от Штейнгервальда. Звучит как какое-то заклинание. Это очередной нож от очень известного, интересного мастера. Вот так выглядит его детище. Что приятно, в аккаунте постоянно проскакивают рабочие фотки. Мне очень нравится, когда мастера именно рабочие моменты выкладывают. Они просто хвастаются новым ножом. Вот смотрите, я создал. Нет, нам интересно, как это все пилится, делается. Конкретно этот нож мне очень понравился тем, что у него запоминающийся клинок. Что-то похожее было у вайперов и когда-то было уже у катцев. Очень классный профиль, не самый популярный. Последнее, что я помню, вайпер-носорог вроде такой был. Не суть важно. Здесь дальше получается, что есть крутейшая клипса на каком-то интересном шарнире. У меня было мало времени, я не стал вглядываться. Надеюсь, вы сходите по ссылке под этим видео и разберетесь, зачем же все-таки все вот эти коленья для этой клипсы. Она, насколько я понимаю, латунная. И единственный, ну такой гига косяк, но опять же это стимпанк, это зубцы под указательный палец. Да, страшно, ужасно, но вы же просили упоры. Нате вам упоры. Мы понимаем, что это коллекционное изделие, что он, скорее всего, будет лежать только на полке. Но всякие тактики могут сказать, что нет, у нас есть тактические перчатки, нам такие зубцы не помеха. Наверное, да, наверное, может быть. И клинок здесь из домостила. Скорее всего, из Дамаска, но мне почему-то показалось, что домостил. Мне все время углеродки попадались, поэтому Нерждамаск не моя сфера компетенции. Но мне кажется, что все-таки здесь домостил. И еще одна деталь, которая оказалась, ну, то ли странной, то ли тоже непонятно для чего сделана. Это выступающие винты на навершии рукояти. Такие не в теле рукояти, как будто аж сбоку вот так пришлепаны. Но изделие классное, интересное, стимпанковое, крутое. И вообще подпишитесь на этого мастера, если еще этого не сделали. Он делает очень интересные вещи. Мастер с интересной прибалтийской фамилией Гидроитис. Наверное, это все-таки не ник, а какая-то латвийско-литовско-латышская фамилия. Я, по крайней мере, так надеюсь. Вот именно у этого мастера весьма давно, оказывается, были крутые швейцарцы. Да, это можно считать швейцарским ножом, потому что обрисы мы с вами, конечно же, узнаем. Здесь стандартная такая овальная рукоять и вполне понятный клиночек, который вот родной нам по всем викториноксам. Круто, классно сделано, потому что здесь на клинках использовано 154CM. На рукоятке здесь использована микарта. И, ну, конечно же, нам больше всего нравится красная микарта, но он ставит абсолютно любую. Из технических находок именно вот этого мастера в этом швейцарском сегменте мне понравилось то, что в одну накладку помещаются и пинцет, и зубочистка. Не это очень простое решение, но оно такое какое-то классное, такое доброе, домашнее. Мне понравилось. Мне бы хотелось даже, чтобы Викс был у меня с такими двумя предметами с одной стороны, а не под разными накладками. И это интересно, что это еще ножи-автоматы. Причем автоматы такие хитрые. Он на первом видео крутит, вертит, вертит, крутит, потом, ба-бах, открылся ножик. И мы тут же видим, что здесь есть лайнер-лок, уже хорошо, уже классно. Как ты это сделал? Что произошло? И только на последнем видео с вот этим ножом, который не совсем швейцарец, у него уже чуть-чуть другой клинок, и все-таки под пальцами выемки есть, здесь видно, что он акцентированно отжимает нижнюю плашку в сторону. Это старая, добрая советская школа выкидухи со сдвижной планкой. Как вы помните, по-моему, Reptilian или Steelclaw, кто-то из них делал финки, энерки и все остальное со сдвижной вот этой самой плашкой. Конструкция старая, забытая, весьма интересная. От старого Викса здесь еще остался такой хвостик, в нем отверстие под ушко, под вот эти вот заводные кольца, для того, чтобы можно было повесить темляк. Мне эти ножи понравились очень-очень-очень-очень. Наконец-то моя добрая, счастливая, классная компания Brutalica Knives выпустила в продажу Белку Фикс. Сегодня Белка Фикс появилась в некоторых магазинах, и уже сейчас, когда вы смотрите этот самый выпуск, Белку Фикс можно купить на Brutalica.ru. Мы торопились, мы старались, брутальная белка получилась, вот такиная. Для того, чтобы запихать ее в ценник меньше 4000 рублей, нам пришлось сэкономить даже на упаковке. Поэтому, к сожалению, мы вам ее пошлем с вот таким вот упаковочным материалом, просто в пищевой пленке. Но зато мы всем и всегда дарим к нашим ножам вот такие замечательные ленты. ТТХ у ножа получились классные. Клинок 83 мм, рукоятка 103 мм, толщина 3,5-3,7 мм. Там уж как получилось, продольный сатин. Очень классный, кайфовый по обработке как надо. Цветной лазер на рукояти. Это самое пустое место между носом Белки и Орехом оставлено для того, чтобы вы могли отнести в любой торговый центр к лазерщику и сказать, сделай здесь дарственную гравировку папе от сына, сыну от папы, деду на какой-нибудь там первый грибной день 2020 года и так далее. Спецом место для нанесения дарственных надписей. Надеюсь, это войдет в нормальный обиход. Спуски высокие, ровные. Вес у него 77 грамм или 76, что-то такое. И, конечно же, кайдексовые ножны. Я надеюсь, что в это воскресенье у меня получится снять, смонтировать и выложить большое видео по этому ножу. Увидите все, как в руках он держится, каких размеров и все остальное. Надеюсь, пока этих фотографий вам хватит. И да, первая партия всего 50 штук, поэтому рекомендую поторопиться. Если вдруг вы зашли по ссылке и увидели, что отсутствует кнопка купить, значит, увы, не успели, ножи кончились и будем ждать второй волны изготовления. Друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал, жать клавишу подписаться и колокольчик для оповещений. И, конечно, заходи к нам в группу vk.com.brutalika. У нас самое доброе, самое интересное, самое живое общение во всей соцсети. Все про ножи ежедневно и практически ежечасно. У нас активно, весело, задорно. vk.com.brutalika. В абсолютно полудохлом аккаунте Tomcat увидел классную подборку опенелей в кастоме. Там у человека всего 240 подписчиков. Я думаю, что если вас заинтересует, подпишитесь на него, давайте сделаем ему хорошо. Потому что работа классная. Вот этот вот скандинавский дед с огромной бородой, череп бородатый, вот этот вот резанный, мне очень понравился. Причем такое ощущение, что это очень плотная, очень классная деревяха типа самшита. Ну, типа не сам ты вот это вот коричневое, а самшит. Это плотная белая деревяха, которая не пропускает воду без всяких абсолютно пропиток. Весьма дорогой материал, но те, кто режут по дереву, те, кто сделают из него штуковины всякие, говорят, что это практически аналог моржового клыка. Это хороший, да очень благодарный материал. Работать с ним тяжело, но тем не менее результат потом держится долгие-долгие годы. Чуть-чуть отмотал, что же делал этот дядька раньше. Увидел еще, что у него были вот такие составные опинели из композитных материалов. Это когда в брусок клеится все, что не попадя, потом это все замазывается смолой, и потом из этого материала что-то пилится. Не так интересен материал, как форма вот таких загнутых пистолетных буквально опинелей, я давным-давно не видел. Большая редкость обычно переделывают именно в классическую прямую форму. А я, как вы знаете, опинели люблю во всех их проявлениях. Опинели это классно. Да, сделайте, дядьки, приятно, подпишитесь. Кирши продолжают клепать производные от Натрикса, просто как бешеный принтер. В этот раз они показывают четыре семерки. Тот самый Бринакл, который 7777, и теперь он встали М390. Это вообще-то хорошая такая классная новость. М390 в исполнении киршей, и вдруг они озвучивают 140 долларов. Но на каком-то своем локальном сайте, который, я подозреваю, призван торговать всем по закупке и кому-то там из-под полы, потому что я не верю, что в 140 его можно привезти, оформить в России и отдать в дилерскую сеть. Не знаю, не верю, пока у поставщиков не проскакивали. Сколько будет стоить в РФ, не знаю. Пока единственная цифра, что вижу, 140. Единственное, что мне не понравилось в М390 в этом исполнении, что какой-то дурной серый Stonewash. М-ку можно было сделать вкуснее и интереснее, а вот такой цвет ее искренне дешевит. Зачем так сделали? Честно сказать, не знаю. Потому что галтовать в блестящий клинок тоже абсолютно те же трудозатраты. Пока непонятненько. Ну и добавкой, конечно же, 235-я Зина от тех же кершей под дизайном Анса. В этот раз это будет Спирпойнт. Мы все помним, что была вот эта козья ножка с прямой режущей кромкой. Да, хороший, замечательный ножик. Но такой клинок тоже просился. Длина здесь 66. Конечно же, ногтевой зацеп, карбон на рукояти и конструкция Sleep Joint. Такой полностью легальный во всех странах ножичек за цену хорошего, большого, мощного ножа. Но в любом случае, фанаты этих ножей уже существуют. Конкретные люди есть, которые собирают вообще все, что делается под дизайном Анса. И вообще, почему бы и нет. Классный нож. Надеюсь, на наших прилавках тоже скоро будет. Чуть не забыл, Сталюка здесь 20CV. Кто-то ругает, кто-то хвалит. Если у вас уже есть пара ножей из этой стали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как оно в работе. Давненько ничего не было от Стаса Бондаренко. И тут этакая бомба. Когда только первый кадр этого ножа попался мне в ленте, я сказал, да ладно, да неужели опять? Да это же супер. И все, слюноотделение было не остановить. Во-первых, мне круто зашло, что здесь клинок с двумя отверстиями. Буквально на днях какой-то нож я тоже долго-долго хвалил, потому что не знаю почему. Мне очень понравились эти формы. И вот двуглазые ножи, прям то, что заходит последнее время. Приглядываешься на нож и понимаешь, что тут много всего зарыто. С одной стороны здесь рваные крылья, когти, морда козлоида и глазик такой золотой смотрит тебе прямо в душу. Да, эти два рога идут туда-назад и прям такая агрессивная штуковина. Переворачиваем на другую сторону. Видим шикарный ангельский вариант крыла и тот самый сияющий крест. Понимаем, что здесь некий дуализм, а потом оказалось, что это изделие называется падший ангел. И одна сторона посвящена преисподней, а вторая вполне светлым силам. Очень крутая работа, особенно учитывая то, что здесь на рукояти что-то типа меди, а на клинках РВЛ-34. Модно, стильно, молодежно, но оказывается не только накладками разнится этот нож. У этого ножа еще и два клинка. Один, я уж не знаю ангельский или из преисподней, это тот самый двуглазый большой основной рабочий. А второй полированный с ногтевым зацепом для того, чтобы встать перпендикулярно рукояти. И он работает и как тычковый нож в сложенном варианте, подозреваю, что все-таки два пальца в эти глаза можно затолкать и сделать так, чтобы этот нож был у вас из кулака торчал. И самое главное, в разложенном состоянии он тоже остается в этом положении под 90 градусов. Берешь в руки, здесь основной клинок, здесь маленький полированный вспомогательный. Ну и конечно же дичайшая коробка, тоже такая располовиненная, тоже протемная, светлая. На самом деле можно было целый выпуск разглядывать то огромное количество фоток, которые мне прислали. Реально фоток 40, наверное. Но все их я все равно вам не покажу. Но я оставлю ссылку на красивое видео по этому ножу. Обязательно сходите туда и посмотрите его в динамике. Хорошо снято, с хорошим светом, с хорошей детализацией, вам точно понравится. И самое главное, пишу Стасу в личку, охренительная, говорю, работа. А сколько стоило, скажи честно, дороже ли десятки? А он говорит, ты что с ума сошел, Алексей? И называет мне цифру менее 6. Менее 6 тысяч долларов за вот такое единичное изделие. Я еще раз повторюсь, парни себя не ценят. Добавкой сегодня очень старые морфионы. Оказывается, когда-то в далеком 2010 году морфионы делал вот такой Миков. Кто-то скажет, что Микова там рядом не было, но для меня это чистый Миков. Морфионы 2010 года. Классный крутой нож. Где я эту фотку увидел и где спросить, сколько он стоит или стоил, вы видите на этом скриншоте. А на этом скриншоте вы видите лютый свежак, который кто-то уже укакашил в самое не балуйся. Буквально вчера ко мне на сайт приехали те самые 2020 года моры черно-желтые. И тут же я вижу в интернетах, что кто-то успел уже вот так вот уработать эту самую новинку. Запомните, в 2020-м моро в иглеродке, моро в нержавейке будет в черно-желтом цвете. Сколько стоит, где купить, ссылка ниже. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказываю вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож от Реал Стила. Вот такой большой, страшный, ужасный крестоносец. Это действительно один из самых крупных моих ножей. Мне нравится его таскать с собой. Несмотря на то, что это не флиппер и он открывается только мануальным образом. Вот так вот за тот самый G10 шпенек. Он все равно мне нравится. Здесь фрейм, здесь классная сталь, здесь очень эргономичная рукоятка. Это модный польский дизайн. Описание этого ножа почитайте по ссылке ниже.